Дорогие подписчики, приглашаю вас на мои другие каналы. Видео о новостях зарубежного автопрома и мира наручных часов, бодибилдинге и здоровом образе жизни. Ссылка в описании и в первом закрепленном комментарии. Если вы любите яхты, то вам следует побывать на выставке яхт в Монако. Такое событие пропускать нельзя. В этом году порт Геркулес был просто переполнен роскошными яхтами, общая стоимость которых составила 4 миллиарда 500 миллионов долларов. Посетители в красивых нарядах потягивали свое шампанское, прогуливаясь от яхты к яхте, от одной выставки к другой. Все присутствующие, а впоследствии и все СМИ обсуждали только одну яхту. Сегодня мы поговорим с вами о той самой яхте на водородном топливе за 644 миллиона долларов. Мы подробно рассмотрим с вами характеристики яхты, каким образом она работает и что же такого особенного у нее на борту, что ее цена настолько высока. Мы также попробуем разобраться, кто же действительно мог заказать такую роскошную яхту. The Aqua. Так окрестили это судно. Возможно и не самая крупная яхта, ее длина составляет 113 метров. Однако, когда завершится ее строительство в 2024 году, она будет единственной в мире яхтой, работающей на водородном топливе. Представители компании Synod Yacht Architecture & Design, ответственные за создание Aqua, поделились подробным планом яхты на выставке в Монако. Думаю, что каждый гость на том мероприятии втайне желал быть владельцем такого судна. Да, словосочетание на водородном топливе звучит круто, но кроме своей крутости у него есть и другие преимущества. Водородная энергия полностью экологически безопасна, чего не скажешь о топливе, которое используется для других яхт. В 2019 году было подсчитано, что все супер-яхты мира потребляют более 121 миллиона литров нефти и выбрасывают более 284 миллионов килограммов углекислого газа. Водородные топливные элементы работают в результате химической реакции между водородом и кислородом. Так и вырабатывается электроэнергия. В случае с нашей яхтой, этот водород, находящийся под невероятным давлением, хранится в двух 28-тонных герметичных баках. Температура внутри данных баков составляет около минус 252 градусов Цельсия, а это даже холоднее поверхности самого Плутона. Судно способно пройти 3750 морских миль, это почти 7000 километров, без дозаправки. И в отличие от заправки электротранспорта, для заправки яхты Аква требуется лишь одна минута. Согласен, все эти разговоры об экологически чистой энергии очень любопытны и волнуют многих. Но на самом деле, возможность увидеть воочию этот прекрасный корабль, вот что действительно интересовало всех на том мероприятии. Серьезно, вы когда-нибудь, за исключением разве что Звездных Войн, видели корабль с таким внешним видом, который бы плавал в Карибском бассейне, периодически останавливаясь в разных причудливых гаванях? Думаю, нет. Внешний вид судна сделан таким образом, чтобы напоминать волны океана. Гладкие изогнутые линии огибают его плавные формы. И несмотря на то, что хромированный внешний вид искажает естественный облик яхты, в воде она все равно выглядит потрясающе. Пожалуй, самая запоминающаяся и легко узнаваемая особенность судна – это стеклянная зона отдыха в его носовой части. Эта зона является частью апартаментов владельца, которые занимают всю переднюю половину верхнего этажа. Апартаменты владельца представляют собой частный зал со свободной планировкой, где владелец яхты может расслабиться и насладиться своей жизнью. Эти апартаменты соединены с несколькими комнатами, разделенными между собой деревянными перегородками. Данные перегородки пропускают в комнаты мягкий приглушенный свет. Вся яхта спроектирована в стиле японского минимализма, и в апартаментах владельца этот стиль выглядит особенно кстати. Главная большая комната – трех с половиной метровый потолок, который имеет цветовой люк на верхушке, представляет собой пространство для всего, что только пожелает ее владелец, будь то различные музыкальные инструменты или что еще. Каждая стена апартамента владельца представляет собой окно в пол, что создает ощущение бесконечного открытого пространства, когда вы смотрите вдали бескрайнего моря. На борту также имеются несколько зон отдыха, рабочих зон и уютных площадок, где можно спокойно провести время за чашкой чая. Конечно же не обошлось и без спальни владельца. И помните, я говорил про минимализм? Здесь он проявляется больше всего. Спальня имеет несколько деревянных элементов отделки теплого цвета, мягкую кровать королевских размеров и больше ничего. Тем не менее, насколько бы мало здесь ни было мебели, она все равно является роскошной и качественной. К спальне примыкает ванная комната. Поверхность вокруг джакузи в самом центре комнаты устлана полами из черного мрамора с глянцевым покрытием. Такое дизайнерское решение создает очень красивую симметрию. Сама ванна имеет деревянные боковые стенки и декоративную подсветку мягких тонов. На этой яхте владельцу не нужно беспокоиться о своих гостях. На борту судна расположены 4 комнаты для гостей и 2 VIP комнаты, в которых могут поселиться 14 человек. VIP комнаты выполнены в том же пляжном минималистическом стиле. Они имеют место для отдыха под открытым небом и кровати тех же королевских размеров. В стиле дзен также выполнены и примыкающие ванные комнаты, где элементы декора мраморных стоек напоминают кольца в японских садах камней. Все помещения для гостей имеют свои собственные ванные комнаты и палубы. Что самое интересное, на каждом этаже расположена большая площадка для отдыха с видом на воду. Это идеальное место, чтобы собраться всем вместе после долгих развлечений на яхте. На главной палубе располагается бассейн, который больше похож на какую-то художественную инсталляцию, чем на то место, где обычно купаются люди. Водопад, стекающий по лестницам, выглядит просто невероятно. Он окружен множеством площадок, где можно позагорать и просто расслабиться. На палубе также есть еще одна зона отдыха с выдвижной стеной, которая позволяет наполнить пространство свежим воздухом океана. Чтобы попасть на нижние этажи, необходимо спуститься по великолепной парадной лестнице. Эта винтовая лестница имеет очень красивую подсветку, а внизу нее находится стеклянная панель, открывающая вид на резервуары с водородом. Во всех комнатах яхты также есть самый современный спа-салон. Его закругленные глянцевые стены вызывают у посетителей чувство безмятежности. В комнате для гидромассажа гости могут получить глубокий массаж тканей с использованием различных видов тропического душа, в то время как в джакузи можно расслабиться под еще одним водопадом. К спа-салону также примыкает тренажерный зал, полностью оборудованный суперсовременными тренажерами. И даже во время тренировок гости могут наблюдать закат над волнами из окна. Однако, если кому-то тренажерные залы не по вкусу, то для таких гостей здесь есть салон красоты, где они могут привести себя в порядок. Интерьер салона выполнен таким образом, чтобы создавать расслабляющую атмосферу для посетителей. На борту находятся также и другие транспортные средства. На вертолетной площадке располагается частный вертолет, при помощи которого гости могут быстро попасть на борт. Кроме того, можно также воспользоваться отдыхом и покататься на гидроцикле, либо выбрать что-нибудь из парководных игрушек, которые также включают в себя байдарки и поплавки. Аква и вправду производит глубокое впечатление. Но кто же ее хозяин? В ранних отчетах сообщалось, что ее счастливым покупателем стал Билл Гейтс. Однако, компания Синод немедленно опровергла это утверждение. На своем сайте они сообщили, что на самом деле, это судно пока никто не собирается приобретать. Это еще только концепт, который компания планирует воплотить в жизнь для дальнейшей продажи. Тем не менее, у слухов всегда есть причина. И это лишь вопрос времени, когда какой-нибудь миллиардер все-таки решит купить эту яхту. Спасибо за просмотр! Если понравилось это видео, ставьте лайк и оставляйте комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok